Несмотря на то, что Армед пользовался большой популярностью у средневековых рыцарей, сегодня такие шлемы просто опасно использовать в бугуртах. Многие недальновидные реконструкторы со мной не согласятся и захотят спалить меня на костре во имя священной реконструкции, но, как показывает практика, они не участвуют в бугуртах. И очень часто навязывают свое мнение тем, кто регулярно подставляет свою черепуху под удары стальных убиваклей. Вы не подумайте, я ничего не имею против реконструкции, и кроме того, большая часть реконструкторов действительно адекватные люди. И к своему стыду стоит признаться, что я тоже иногда занимаюсь реконструкцией. Простите, пацаны. Но почему-то я много раз видел, как бойцов чмурит какой-нибудь историк за то, что доспехи неправильные. Как тебе не стыдно оскорблять мой взор своими габулиными железяками? И почему-то ни разу не слышал, чтобы бойцы цеплялись к какому-то рекону. А че у тебя физуха слабая? А че ты не можешь в бугурте в своих реконских доспехах выдержать 10 сходов 5 на 5? Может, дело совсем не в реконструкции, а в желании некоторых самоутвердиться? Всем привет! Меня зовут Вячеслав Перепелица. Обычно я делаю доспехи, но сегодня я буду про них рассказывать. Если не вникать в детали, то следующие два тезиса, которые могут проповедовать нехорошие реконструкторы, покажутся вам полностью правдоподобными и логичными. Первый. Раз в Средневековье этот шлем, перчатку или другую часть доспеха использовали на настоящей войне, то для современных бугуртов, где терутся не по-настоящему, на тупом оружии, этих доспехов хватит, чтобы обеспечить полную безопасность бойца. Из чего следует второй. Доспехи нужно делать точно такими же, какими они были в Средневековье. А знаете, чем это чревато? Поломанными пальцами, выбитой челюстью, смещенными позвонками, кровоизлиянием в мозг. И все это будет не у реконструктора, а у того, кто доверится его мнению и пойдет в бугурт. Чтобы понять, почему же так происходит, нужно детально разобраться, чем отличался средневековый латный бой от современного бугурта, а рисунок боя отличался. И первое, что стоит отметить, это колющие удары, которые запрещены в бугурте. Это позволяет бойцам безнаказанно делать большие амплитудные замахи и приемы, которые в средневековом бою открывали уязвимые участки для укола. Поэтому 99% доспехов не создавались такими, чтобы выдерживать дуболомные удары. Их задача была другая. Второе, в средневековье дубасить мечом или алебардой тупо в доспех неэффективно. Гораздо выгоднее искать щели в доспехе, пытаться повалить или расковырять специализированным оружием. А смысл современного бугурта как раз в том, чтобы дубасить именно в доспех, в голову. А то, что могло пробить латы, попросту запрещено. В-третьих, средневековый воин в доспехе это, блин, не конь в вакууме. Он не появлялся на респауне, типа, это англичане, это французы. В этих доспехах нужно было и на страже стоять, и город патрулировать, и обоз охранять, и в походе, чтобы было удобно, и чтобы использовать, и чинить можно было, и чтобы одеть можно было быстро, и желательно самому. А еще, доспех зависит от того, насколько богат воин, что умеют делать бронники, сколько стали доступно в мастерских. То, как выглядели латы, зависело не от того, что это лучшая форма, характерная для Италии, а от того, что вот на это хватило ресурсов и навыка. В-четвертых, представьте себе средневековый рыцарь в доспехах после яростного боя. У него сломаны ребра, раздроблено и ампутировано два пальца, сломан нос, ему выбили зубы, и раздроблено колено, ему теперь всю жизнь хромать. И знаете, что он скажет? «Благодаря этим хорошим доспехам я остался жив! Реконструируйте!» И представьте, что скажет современный боец, если получит те же травмы на спортивном соревновании. Может он скажет «Я так рад, что занимаюсь исторической реконструкцией!» Думаю, нет. А все эти травмы вы можете получить через доспех исторически правильный. Именно поэтому, когда я делаю доспехи для спорта, то изменяю их форму, чтобы сделать безопаснее участие в бугуртах. И вот мы подходим к причинам, по которым в армете после бугурта вас увезут в больничку. Первое. Габариты шлема. Размер средневекового армета подразумевал, что он плотно прилегает к голове, и расстояние от стенки шлема до черепа было от 1 до 2 сантиметров, не более. При таком запасе на подшлемник у владельца будут регулярные сотрясения мозга, потому что бугуртные алебарды делают тяжелее средневековых. Сейчас многие могут возразить, сказать, что «Это я на игры ездил с подшлемником в 2 сантиметра, или даже на первые две бензинации ездил, и все было хорошо, все держит, все нормально, что ты рассказываешь». Но нет. Сейчас бьют сильнее. Раньше перчатки с раздельными пальцами пользовали и даже пытались шепели надевать. Но это закончилось выбитыми челюстями и поломанными пальцами. Второе. Армет плотно охватывает шею. Сильный удар алебардой в шейные позвонки сзади чреват серьезной травмой. И рентелька там не спасет. Третье. Удар кромкой щита. Один из самых эффективных и часто использующихся приемов в бугурте. Так вот, в армете нижняя часть шлема спереди плотно прилегает к подбородку и шее. От удара кромкой могут раскрошиться зубы, вывихнуться челюсть, можно выбить кадык. А представьте, как весело засандалить такой шлем двуручным полоксом. Класс. Четвертое. Забрало не фиксируется, как и у большинства средневековых шлемов. Или фиксируется очень ненадежно. Без фиксации забрало вас просто не пустят на ресталище. А средневековые крючочки и кнопочки ненадежны. В открытое забрало вас точно отправят в больницу. Пятое. Если рассматривать армет первого типа с раскрытием в стороны, вот так. То в бугурте его просто быстро ушатают. При ударе кромкой щита защита вашей челюсти в этот момент зависит от двух маленьких петель, сделанные из листа максимум полтора миллиметра. Вот тут. Только они удерживают подбородник от прокручивания в сторону лица. БАМ! Многократные удары алебардами оно не выдержит. В отличие от Топхельма Грифон, который нельзя в HMB, но реконструкцию армета можно. Короче. Сейчас в бугурте вам голову будут трамбовать двуручно ударно-дробящим. А в средневековье все это вооружение часто было легче для большего контроля. Такие удары были редкими, ведь в момент сильного удара боец подставляется для укола и быстро выдыхается. В средневековой войне был совершенно другой рисунок боя. Это мы даже не рассматриваем, то что в бугурте ты убал и тебя никто не добивает, а в средневековье тебя валят на землю, чтобы добить. Забавный факт. В 1240 году на турнире в городе Нойс, Германия, погибло 60 человек. Да, это был конный турнир. И доспехи в те времена были представлены кольчугами, топхельмами и очень простенькими наручами и поножами. Но на турнирах регулярно гибли рыцари во времена развитого доспеха в 14-15 веках. Бугуртные бойцы понимают, что не все доспехи обеспечивают безопасное участие в бугуртах. Большая часть реконструкторов понимает, что бойцам не подходят исторические реконструкции доспехов. Даже в средневековье доспехи для турниров в конце концов начали изменять, оптимизировать, чтобы не травмироваться на состязании. Представляете, чуваки, на которых равняются реконы, поняли, что нужно бы оптимизировать доспех для турнира, чтобы наш рыцарек ни пальчика не поломал, ни зубика ему не выбили. Так почему же находятся реконы, которые этого, блять, не понимают? Да, армет можно чуть увеличить, сделать запас на подшленник в 3 см, отдалить подбородок, отдалить сзади от шеи на достаточное расстояние. Именно так я изменяю армет для бугурта, и тогда он становится безопасным, но перестает быть арметом в контексте исторической реконструкции. Это будет стилизация, похожая на армет, адаптированного для бугурта. Потому что есть или реконструкция, воссоздание шлема с сохранением ключевых особенностей, или не реконструкция. Бугурты – массовые бои в средневековой стилизации, бессомненно захватывающий вид состязаний. Бездумное подражание средневековым доспехам чревато серьезными травмами для участников. Армет – наглядный пример. В средневековье лучший рыцарский шлем, а сегодня в бугурте – это дорогой, ненадежный, небезопасный, хоть и красивый кусок железа. И у меня вопрос к вам, зрителям. Вам интереснее смотреть на бугурты в правильной реконструкции? Или вас впечатляет то, с каким мастерством, силой, самоотдачей бойцы рвут друг друга алибардами и мечами? И вам не важно, это реконструкция французского рыцаря, или стилизация доспеха урукхая, или это бугуртный доспех пехотинца из Варкрафта? Каково ваше мнение? И в заключение. Спасибо патронам этого канала, благодаря которым я имею возможность заниматься всякой творческой херней и не делать доспехи. Ладно, шучу. Я пошел делать шлем, а вы пишите комменты. Спасибо за внимание. Всем пока.